Всем привет! Вы на канале Tetra Games. С вами Вирт. Сегодня мы будем с вами играть в долгожданную игру Golden Rush The Game. Это симулятор золота добытчика на прииске. Очень игра похожа на фарм симулятор. То есть тоже будет техника, тоже нужно что-то делать, добывать, водить, заправлять машины, зарабатывать деньги. Вот сейчас, собственно говоря, садимся в машинку, включаем фары, снимаемся с ручника и поехали. Сейчас мы проедем некоторую часть локации через какой-то заброшенный завод к нашему прииску. Управление достаточно простое, но в то же самое время оно и реалистично. То есть если вы выворачиваете руль, например, вправо или влево, машина продолжает поворачивать. Руль потихонечку восстанавливается, конечно, на нейтральное положение. Но все-таки нужно не забывать выруливать обратно, чтобы машина начинала ехать прямо. Ну, что еще тут можно сказать? Весь дизайн уровня, локации выполнен, как будто мы едем по заброшенному какому-то городу. Машин нет, людей нет, ничего нет. Небольшая тут горочка. Сейчас мы попытаемся въехать. Те, у кого не получается въехать в эту горочку, переключайтесь клавишей Q на полный привод вашей машины. Тогда она будет ехать чуть медленнее, но все четыре колеса будут ее тянуть, и в горочку въехать не проблема совершенно. Потом не забудьте отключить полный привод обратно этой же клавишей Q. Вот мы подъезжаем к нашему прииску. Здесь справа буквально будет небольшой крытый такой сарайчик, правда без стен. И чтобы не тянуть время, я специально, кстати говоря, не стал проходить для вас туториал. Это уныло, долгий, там куча всяких дурацких подсказок. Я сразу вам расскажу, что мы будем делать. Сейчас я поближе машину поставлю, чтобы далеко не бегать. Сейчас наша задача будет набрать все необходимые предметы для того, чтобы запустить водонакачку. Водонапорную помпу. Открываем багажник и давайте сейчас будем искать нужные нам предметы. Вот это что ли? Вообще очень похоже, конечно, на помпу. Сейчас я уже не могу вспомнить. Вроде она. Вроде она. А вот это? Вот это что? Так. Нет, это не то. Вот, да. Берем водный насос, который будет поставлять воду к нашим машинам. И, собственно говоря, грузим в наш джипик. Также нам потребуется зеленый шланг. Скорее всего, даже две штуки. Зеленые шланги нужны для того, чтобы вода с насоса поступала на промприбор для промывки золота. Так, что еще? Давайте возьмем красный. Красный шланг. Это шланг, который поставляет непосредственно сам насос в воду. То есть он выполняет функцию забора воды из реки или водоема. К нему подключается вот такой вот фильтр. Фильтр. Вот сейчас я тоже погружу в машинку. Сразу все подряд собираю, чтобы не таскать по сто раз. В принципе, сама река не так далеко находится. Но бегать каждый раз к сараю не хочу совершенно. Возьмем второй насос для подачи воды уже из помпы. Тоже заранее его с собой заберу. И что? Вроде все. Пока что, наверное, все. Да. Давайте все это дело отвезем и установим. В любом случае нам потребуется, скорее всего, не одна входка. Рядом цистерну вы видите и промприбор. Мы только что проехали. Цистерна нужна для того, чтобы заправлять всю технику дизельным топливом. А промприбор мы обязательно потом уже будем использовать для промывки и добычи золота. Так, выгружаем все. Мы проехали буквально метод пятьдесят. Выгружаем все шланги. Вставляем водяной фильтр на насос подачи воды, чтобы не забивался он. Это главный самый шланг, который подает воду уже в помпу. Помпу ставим рядышком. В туториале предлагали ее поставить вот именно на этом месте, на бережку. Ну, вот мы тоже сюда и поставим. Почему, собственно говоря, нет. Подключим сразу же насос к насосу шланг для подачи воды. Так, вот. Когда в центре экрана попадает объект, появляется кнопочка Use. И можно тогда вставлять. Оттаскиваем вторую часть шланга к озеру. И вот он, собственно говоря, вываляется и сможет забирать спокойно уже воду в насос. Теперь я предлагаю выгрузить все оставшиеся, какие тут есть материалы. Это два зеленых шланга для подачи воды. Просто их пока выгрузим. Тянуть пока нам их некуда, потому что мы еще не установили, где нужно промприбор. И, и, и. Закроем багажник. И возвращаемся к... Ой, открыл. Случайно открыл капот. Нет, не нужно. Не нужно так делать. Возвращаемся к сараю, где лежал... Где лежат наши все инструменты, чтобы забрать дополнительный уже непосредственно... Непосредственно, которые будут помогать в добыче самого золота. Останавливаю грузовичок свой. И буду сейчас набирать. Так, вот это... О, нет, это стальные тросы, они мне нужны. Это нужно будет только для того, чтобы перетаскивать цистерну. Поэтому, если у вас появится такая необходимость, цистерну с топливом. А вот этот тоненький шнурок электрический нам понадобится. Это шнур питания для приборов с низким напряжением. То есть, не капитальный кабель электрический. Вот, капитальный. Он имеет синие разъемы. Берем его тоже. Это нам чуть-чуть попозже все понадобится. Все, кидаем в грузовик. Так, так, так. Что еще? Ну да, нам нужны будут ведра. Такие вот. То ли бочка, то ли ведро. Непонятно, что-то среднее. Для грунта, для потенциального грунта с золотом. Их нужно будет несколько штук. Поэтому я сразу же с собой заберу их. Чтобы нам как можно больше постараться увезти за одну уходку машины. На данный момент в игре топливо тратится. Но не так сильно, как обычно это происходит в играх. Берем дизельный генератор. Его нужно заправлять будет топливом. Ну, не в этой игре. Сейчас пока тут топлива дохрена и больше. То есть, с этим проблем нет. Поэтому, вроде как, я все загрузил. Теперь. Нам нужно вот эту вот штуку-дрюку. Вот эту штуку-дрюку. Это пром-прибор промывочный. Он при загрузке сверху породы промывает ее. Потому что достаточно большой, большие камни в него попадают. Он в барабане их промывает. Отсеивает ненужные. А нужные, включая золото, отсыпает в специальный лоток. Или вот бочечку. Такое. Сейчас наша задача на прииск его перевести отсюда. С задним ходом осторожненько сдаю. У нашего джипика сзади есть фаркоп. Это такой крючок для прицепов. И моя задача сейчас подвести этим фаркопом к пром-прибору. Очень осторожненько. 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 Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, подсветился фаркоп. Как только фаркоп подсвечивается, значит мы на нужном положении. Все, стоп. Ручник ставлю. Выхожу. И сейчас буду подсоединю. Ого. Супер. Отлично. И теперь везем пром-прибор на сам прииск. В передаче «Золотая лихорадка» на канале Discovery, промышленный прибор, называли грохотом. Ну, потому что падающие камни создают достаточно большое количество шума. Поэтому я в дальнейшем буду его называть грохотом. Так, вот давайте неподалеку от экскаватора поставим грохот. Отцепляю его. Отвезу машинку чуть-чуть подальше, чтобы она не мешала. Ну, вот где-то здесь. Да. Теперь давайте разгрузим все, что мы привезли. Так. Берем дизельный генератор. Так, так. Нам нужно его как-то удачно поставить, чтобы розетки были, ну, более-менее напротив друг друга. Это, конечно, не проблема совершенно. Можно с любой стороны поставить. Ну, визуальнее смотреть, приятнее, когда две розетки друг напротив друга и просто провод протягиваешь и все. Так, запрыгиваем в джипик. Хватаем вот с синенькими концами. Это толстый кабель питания. Вот сюда втыкаем. Ой, а где кабель? Вот, не туда, промазал. Вставляем вот сюда. И второй конец вставляем в грохот. Все, соединили. Вот кабель соединяет дизельный генератор с грохотом. И вот там, видите, появилась белая иконка. Означает, что подключение есть. Как только электричество пойдет, она станет зелененьким. Две серые вода и бак, бачок, они пока что серые. Потому что в воду не подключили, серый бачок тоже не установили пока что. Это, соответственно, наша задача. Сейчас будет все потихонечку наладить. Давайте возьмем бочечку. И вот-вот-вот сюда ее поставим. Сюда будет сцепаться, отфильтровываться порода, потенциально содержащая золото. А все большие грубые камни будут уходить в сброс. Так, маленький провод нам понадобится попозже. Пока что не нужен, но попозже нужно будет. Так, и пока что все. Теперь мы должны... Наша основная задача. Подключить к грохоту воду. Мы уже имеем там два зеленых шланга. Которые мы привезли в предыдущую уходку к этому озеру. К водопаду. И сейчас мы должны протянуть хотя бы один из этих шлангов. Грохоту, чтобы вода поступала в него. Так. Иконки яркие, все в порядке. Хватаем шланг. Так, куда его втыкать тут нужно? Вот, по идее, вот сюда, вот куда-то. Минус в игре то, что нету курсора посередине крана. То есть, ты не понимаешь, куда нужно целиться, чтобы объект навелся правильно и ну, стал активным и втыкивался, короче говоря. Втыкивался в этот гребаный... В эту помпу. В водную помпу. Вот, как только появляется внизу кнопочка Use, сразу нужно нажимать E. Кажмешь так и... Еееее! Ура! Но это не наш случай. Мы тут еще немножечко, наверное, попаримся. Не получается. Ну вот, не получается, что за хрень. Так. Блин, не видно. Появилась там она, не появилась. Само место, там, где идет стыковка, обычно по-другому как-то еще отображает. Вот. Вот, 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 вот. Нужно вот сейчас... Есть. Итак, у нас в руках шланг. И мы второй конец скорым шагом быстренько тащим уже к промприбору. Да. Да, тащим. Как... Как в одноименном шоу Golden Rush, да, золотая лихорадка на канале Discovery, все то же самое. Все технологии очень похожи. То есть, будем загружать сейчас в грохот грунт, он будет промывать, и дальше уже вы всю штуку, дрюку увидите, как это все происходит, весь процесс добычи золота. Можно сказать, что игра это фактически гайд по добыче золота. После того, как вы как следует наиграетесь в этой игре, вы уже, наверное, можете смело себя называть клан-дайкером, как один из героев этого ТВ-шоу Паркер Шнабель. Если кто-то смотрел это шоу, наверняка вы знаете этого парня, который 7-8 лет назад начинал участвовать в шоу как один из второстепенных героев. Ему тогда было 18 лет, а сейчас ему уже давным-давно за 20, по-моему, 24-25 уже он поднялся с обычного работника на клан-дайке до владельца собственного прииска, зарабатывает реально миллионы долларов. Обычный парнишка из глубинки добился многого. Я же на этом прекращаю это видео. Мы продолжим собирать золото в следующем видео. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И все. На этом все. Смотрите продолжение в следующем выпуске. Да-да-да. Пока-пока.